Добрый пятничный вечер В нашем случае мы говорим, не останавливайся паровоз, а в нашем случае электровоз, колеса стучите громче, потому что сегодня в пятницу начались уже праздничные мероприятия в славном городе Алдан, где у меня огромное количество друзей и знакомых. По поводу замечательного события. 27-го, то есть в субботу, Центральную Якутию со всей страной свяжет еще и железнодорожное сообщение. Мы начинаем. И вчера, очень кстати, я встретил обычного горожанина, отца семейства Леонида Анциферова, который поможет мне сегодня провести, ну не скажи, что праздничный, да, просто мы поговорим о том, как новый вид пассажирских сообщений повлияет на жизнь людей. Постараемся, да. С точки зрения кошелька, с точки зрения удобства, наличия туалета, всего, всех аспектов. Я очень рад представительной, компетентной, профессиональной аудитории, которая сегодня у нас собралась, прежде всего это представители компании ЖДЯ, которые, ну, по сути являются, скажем так, именинниками, да, в эти дни. Наталья и Алексей. И представитель, курирующий в отрасли республиканского правительства Василий Васильевич Михайлов. Ну, давайте начнем. Еще раз поздравляю с грядущим, или вернее уже наступившим, потому что поезд-то солданов уже тронулся. Алексей, как стратег, давайте начнем с больших вопросов. Да, как Дмитрий сказал, для нас действительно это очень знаменательное событие. Вот. Мы очень серьезно к этому мероприятию готовимся, готовились. Вот. Вот. Значит, сегодня в 17.00 стартует торжественный поезд, специальный номер 902 со станции Алдан. Вот. При этом, 19.00, извиняюсь, в 17.00, значит, будет торжественный митинг на станции Алдан. Вот. Вот. И в пути следования этого поезда будет торжественный митинг на станции Тамот. Вот. Поезд прибывает 27-го числа на станцию Нижний Бестях, где и состоится вот основная часть нашего мероприятия. Вот. Открытие пассажирского движения. Значит, перед приходом этого специального поезда будет проезд паровоза, который будет символизировать, так сказать, прибытие, торжественное прибытие пассажирского поезда на станцию Нижний Бестях. Вот. На станции Нижний Бестях также мы планируем такие концертные мероприятия. Значит, будут приглашены легендарные, ВИА-самоцветы. А у них в репертуаре что-нибудь, помнишь, у них есть в самоцветах? Скорее всего, про БАМ. Про БАМ и что-то такое. Да. И вообще, весь формат мероприятий очень напоминает. Торжественный митинг в городе Алдан. Скажем, начало трогания пассажирского поезда. Мне больше напоминает братьев Люмьеров. Да-да-да. Вот я хотел сказать, давайте на Кердем пригоним наших местных братьев Люмьер, которые заснимут эпический ролик. Кстати, это который раз же, по-моему, открывает, ну, скажем так, железнодорожное сообщение. Или товарищ Медведев у нас все-таки открывал... Вы знаете, в 2011 году, да, действительно было возложение золотого звена на станции Нижний Бестях, как символизирующий приход самой железной дороги, ну, так сказать... Просто наличие рельсов. Наличие рельсов, да. Приход железной дороги, физический подход железной дороги к станции Нижний Бестях. Конечно же, само строительство всего объекта было завершено в 2018 году. Как бы завершающую точку при этом поставили мы, железные дороги Якутия. Вот. У нас был заключен государственный контракт с Рожелдором. Вот. И мы стройку завершили в 2018 году. Да. После завершения стройки мы прошли очень много этапов подготовительных, значит, по оформлению документов необходимых для того, чтобы реализовать именно открытие пассажирского сообщения. И, так сказать, официальное открытие станции этого участка для грузовых операций, для выполнения грузовых операций. Вот. И хочу сказать, что вот сегодня, на сегодняшний день, продажи билетов на пассажирские поезда уже открыты. Можно купить их в любых авиакассах, вот, на сайте РЖД, ну и, соответственно, в кассах железнодорожных вокзалов, на станции Нижний Бестях и Алдан-Тамот. Вот. И, наверное, скоро на Озон Трэвел. Озон Трэвел. Не, мы же все-таки в 21 веке живем, да? И просто, коллеги, я бы хотел сказать, что соцсети уже пестрят. Прощайте такси за 2500 до Нерингрид, да? Да, да, да. Я лучше за 1500 или 1700, там, с комфортом и так далее, лёжа, лёжа. Да. Доеду до славного города, до столицы Южной Виктори. Да, вообще легко. Да, действительно. Много людей купила, кстати, вот. Есть такие? Ну, вы знаете, скорее всего, 29-му числу, вот, на сегодняшний день, 26-го, мест уже не будет. Вот. Прямо на расхват. То есть, желающих очень много уехать именно на первом поезде 29-го числа. Привязаться к этой знаменательной дате. Да, да. Люди хотят поучаствовать в этой дате. Это, на самом деле, знаменательное событие, к которому мы готовились, долго шли. И, наконец, мы готовы принять всех гостей, жителей Якутии. И приготовились мы, готовились долго, старательно. Мы ждём всех и поздравляем с этой знаменательной датой. Троекратное ура звучит за кадром в этот момент, да? На самом деле, всё-таки, вот, Алексей правильно говорит, грузовые перевозки – это одно, да? Да. Наличие просто рельсов – это совсем другое. А вот подготовить всю инфраструктуру к осуществлению пассажирских… В первую очередь, люди, наверное, идут в вашу отрасль транспорта за безопасностью. За безопасностью, за комфортом. Но, хотя, с другой стороны, судя по срокам, если включить питание, минимум трёхразовое, скажем так, до города Москвы, влетит довольно-таки это, ощутимо. Ну да, на самом деле, с альтернативными видами транспорта, авиа, автоперевозки, мы, как бы, проигрываем в том, что, так сказать, время доставки пассажиров у нас довольно-таки большое, длительное. Вот. Но мы можем предложить пассажиру, как говорится, комфорт, уют, питание в пути следования, отдых. И точный график. И точный график. Вот, правильно. Да. Да. Точный график. Потому что, всё-таки, сверять часы по поезду – это всё-таки в культуре, это в литературе. Да, Дмитрий, вот давайте я приведу пример, да? Вот, допустим, старики захотели съездить к детям, да? Да. Вот. Им, вот, они знают, что поезд ходит там по такому-то, по таким-то дням, по такому-то времени, допустим, с Нижнего Бестяха до Неринга, да? Вот. Купили заранее билет. Сели и, не трясясь, как говорится, в машине, с отдыхом, с чаем, как говорится, да, доехать, доехать. Не боясь безумных таксистов. Да, да, да. Не боясь. Да. Не боясь за свою жизнь и здоровье, доехали до города Неринга. Вот. Это очень важно. Не только Данеринга? Ну, не только Данеринга. На сегодняшний день, да, в любые города России. Василий Васильевич, Алексей, конечно, тоже он стратег, он заместитель Гендира по стратегическим вопросам, акционерной компании ЖД, но стратегически, вот, все-таки, центральная Якутия, жители других регионов Якутии, я не побоюсь этого слова, и север, и запад, да, что получают, как вы думаете? Что получают от наличия железнодорожного именно сообщения? Пусть с правого берега по правому берегу, да, но все-таки с остальным миром. Ну, в планах развития транспортного комплекса строительство железнодороги еще стояло при царе, когда еще был империя, царство, да, потом железнодорога еще строилась до Великой Отечественной войны, нашу сторону. Когда война была, наши некоторые укладки во время войны расшивались, и в сторону Сталинграда его везли. Это Байкал-Мусская магистраль. Это такие факты есть, да? Да, такие факты есть. Потом железнодорога перешла, начало строительство в сторону Якутии, это 1974 года, со станции Тында. Вот в прошлом месте у нас было 45-летие Байкал-Мусской магистрали, и в 1985 году железнодорога перешла, то есть в 1979 году железнодорога прошла границу республики Саха-Якутия. А разъезд в Якутии есть. И с 1985 года уже пассажирское движение открылось со станции Нерингри-Пассажирская. В сторону северной, вот, в сторону Якутия началось строительство 1985 года. Железнодорога пришла город Алдан в 1991 году. В 2004 году мы открыли пассажирское движение сообщением Томот-Нерингри-Пассажирская. И по сегодняшний день регулярное пассажирское движение со станции Нерингри-Пассажирская работает. А вот вы как говорили, что даст переход железнодороги близи столицы города Якутия, станции Нерингри-Пассажирская. Мы откроем сейчас транспортную доступность республики Саха-Якутия. У нас сейчас транспортная доступность около 30%. Сейчас переходом железнодороги транспортная доступность намного больше открыта будет. Получается, гражданин в любое время может попасть в центральную часть города, нашей России. Железнодорога работает круглосуточно, круглогодично будет доступ. Просто у нас будет мешаться вот этот период распуститься, когда будет ледоход, когда станет река Лена. Вот это моменты сейчас. Я не скажу ничего крамольного, если скажу, что в завершении нашего первого блока, что ожидаемый пассажир и грузовой поток по железной дороге, он существенно может сыграть и на решение большого вопроса, который бы уже решил чуть ли не вопрос круглогодичной эксплуатации всей вот этой транспортной цепи. Я правильно говорю или что-то такое противозаконное говорю? Если МОЗ будет, согласен, что и грузы западной Якутии, северов и так далее, они смогут более активно перемещаться. Еще раз говорю, круглогодично. Пока у нас все-таки период ледостава, ледохода и так далее. Там цены кошмарные, конечно. Все вот эти воздушные подушки там. Да вообще не только грузы. В конце концов, у нас же декларируется развитие туристической отрасли. Каким образом к нам туристы, кроме самолета, попадают зимой? И попадут ли только туристы? И об этом, и обо всем остальном мы поговорим о остальных частях нашей программы. Пока же реклама на канале НУК. Второй блок мы начинаем с вопросов. С вопросов, которые очень много стоят. Все-таки у представителей транспортной отрасли я бы хотел... Я понимаю, Василий Федорович, что вы курируете только водную, проходную часть, скажем, и теперь уже тепловозную, железнодорожную часть. Понимаю, что по сравнению с автомобильной и так далее, по крайней мере, с железной дорогой требует куда больших вложений. Стоимость, скажем так, километра перевозки сопоставима выше, чем с автомобильной. Хотя, с какой стороны посмотреть, у нас еще те условия. А другие отрасли получат ли развитие, или все-таки будет какая-то, ну, возможно, не то чтобы негативная, а отрицательная динамика, допустим, тех же пассажиров. Потому что я знаю, что очень много людей, которые просто боятся летать. Очень много. Вот этот вопрос. Я все хочу получить ответ. Насчет объема перевозок по ЖД-транспорту, да, мы в 2018 году перевезли 5,5 миллионов тонн в год. Грузов? Грузов, да. Каждый год у нас динамика объема перевозок по ЖД-транспорту увеличивается. В прошлом году было 4 копейки миллиона тонн, да, то есть это в 2017 году. В 2018 году 5,5 миллионов тонн в год, а в 2019 году планируется уже 7,5 тонн объема перевозок в год, да. Пассажирооборот в среднем году у нас 84 тысячи человек. Сейчас с пуском пассажирского движения у нас увеличится объем пассажирооборот и объем перевозок пассажиров. Дети ориентировочно, в 2019 году, вот сейчас мы откроем с юля месяца, и до конца года мы выйдем где-то, наверное, не 84 тысячи человек, а там под 100, наверное, да, под 90 тысяч, да. Потом в следующем году уже будет по необходимости продажи билетов мы добавим еще количество вагонов. На сегодняшний день мы пока планируем 3 вагона. Всего? Да, один купейный, один полскартный, один общий. На участке от Нижних Бестяха до Нерингре-Пассажирской, да. С 15 августа планируем беспересадочные вагоны до Благовещенска, до Хабаровска и до Москвы. С 15 августа, беспересадочный вагон. Там тогда уже будут вагоны, будут прицепляться ФПК. ФПК это федеральная пассажирская компания ОРЖД, дочерные предприятия ОРЖД. Ну тогда, тогда там уже получится, уже пассажирный поток увеличится, да. То есть небольшой такой составчик в составе трех вагончиков. Ну это пока вот... Дмитрий, я вас поправлю, извиняюсь. Вот этот небольшой составчик вмещает в себя 176 пассажиров. Вот, если на то пошло. И кроме этих трех составов будет еще вагон-ресторан. Так что в пути следования можно питаться, как говорится. Ну, про вагон-ресторан, да, вкратце. Там очень хороший интерьер. Столы, ну стулья передвижные, столы для библиотеки. Безопасности, они прикреплены к полу. Вот, значит, вагон-ресторан предлагает первое блюдо, второе блюдо, ну и холодные закуски, да. И вот, ну в среднем кассовый чек где-то будет такой вот бюджетный вариант. Это второе и холодные закуски. И там, допустим, какой-нибудь напиток, да. 700 рублей. Вот, я думаю, что это довольно-таки доступная цена. Вот. А в связи с этим у меня возникает вопрос. Касаемо, есть же понятие экстерриториальности, да. То есть, если в каком-то регионе действуют ограничительные меры по алкоголю. Наталья, вы, наверное, удивились, да, что в Якутии достаточно жесткие условия продажи алкогольной продукции. Ну, по сравнению с Южным Уралом, да, здесь более границы. Более ограничены. Ужесточены. Да. А в любом случае для благочестивых горожан, люди, сами поймите, семьями едут и так далее, и соседствовать, скажем, ну не в купелку, вы там ограничиваете, а в общем вагоне или в плацкартном. Ну, вы знаете, в любом случае пассажирский состав, эти три вагона, будут сопровождать сотрудники транспортной полиции, да, которые будут обеспечивать путеследование безопасность для всех пассажиров, вот, ну и законность. Вот, так ресторан, как бы, работает с 9 утра до 11 вечера, до 23.00, вот. Ведь в городе есть очень много ресторанов, которые работают, так сказать, сверх того времени, которое, ну, ограничивается для продажи, там, допустим, алкоголя, да, ну и все посетители этих ресторанов могут, как говорится, с превышением этого лимита времени отдохнуть, расслабиться. Ну, вагон-ресторан это то же самое. А средний чек какой вагоне ресторан? Вы, наверное, все-таки тестили там и так далее? Нет, я вам, средний чек, я вам сказал, второе, значит, холодные закуски и, допустим, ну, напиток какой-нибудь, да, компот, морс, 700 рублей. 700 рублей? Да. Вот. Это на одного? Да, на одного человека. Я думаю, что это доступная цена. Умножим на три, это получается... 200. 2-100, это в сутки. И опять же, Дмитрий, я прошу прощения, я, конечно, понимаю, да, к чему вы ведете. Вот. Вагон-ресторан, это ресторан. В пути следования, так сказать, приготовить какое-то блюдо в стесненных условиях, ну, это имеет свою специфику, да, вот. Имеет свои какие-то определенные накладные расходы по сравнению с теми общепитами, да, и заведениями. Стационарными. Стационарными, да. Там как бы можно в любой момент подвезти продукты, там есть довольно-таки хорошие условия для приготовления пищи и так далее. А вагон-ресторан, это вагон-ресторан, поэтому поймите... Это мобильный комплекс. Это мобильный комплекс, да. Хорошо, давайте перейдем к самому главному. Вот мы сейчас перейдем к самому главному. Вот в продажу поступили билеты. Билеты. Так. Вот это разница, да, плацкарт, там общий и купильный вагон, да? Давайте вот про оградацию цен. Вот насколько по моему карману лично ударят... Да, я с собой взял небольшой черновичок, позвольте, да. Кстати, наши коллеги здесь очень хорошую инфографику подготовили, да, вот направление Дании в основном. Да, вот для сведения, да, вот от Нижнего Бестяха, вот давайте возьмем популярные направления, да, для населения. Вот в Даниэринге общий вагон, в общем вагоне, да, 900 рублей, плацкартный 1500 рублей, да, 18 часов, да, 18 часов, купе 2400 рублей. Так, до Благовещенска надо ехать двое суток, плацкарт 2800 рублей, купе 4700 рублей. До Хабаровска плацкартный вагон 3300 рублей, купе 5600 рублей. Вот. Время в пути 2,5 сутки. Не, ну если сравнить, еще раз говорю, авиабилеты до Хабаровска, да? Существенная разница. Не существенная, а в разы. В разы, в разы. В разы получается. Плюс при этом, еще раз говорю, давайте вспомним стесненную авиапарка, который вот так вот сидишь, да, как-то вот так вот сидишь, вот так, вот так, вот так, Наталья, да, сидишь. Это некуда не то, что вещи, там еще и ноги некуда, скажем, протянуть, протянуть, чтобы они менее конечностей не получили. Ну, согласен, что 2,5 суток до Хабаровска против там 4, сколько там он летит, 3 часа же, по-моему, до Хабаровска? Да, около 3 часа. Да, ну не сравнить, еще раз, время это, а первое, это главный, скажем так, аргумент, скажем так, ну не против, а не в пользу железнодорожного, но, но, для очень любознательных товарищей, это же еще и виды, это еще и возможность, скажем так, получше рассмотреть. Полюбоваться природой, да, полюбоваться природой, окрестностями, вот, мимо которых проезжают пассажиры, вот, о чем-то подумать, посидеть, пофилософствовать, помедитировать. Путешествие в поезде, это отдельная сказка, которая остается в душе, и к ней охота вернуться всегда. Правильно, вот Восточный экспресс, к примеру, да, описанный кинематическими фистами, описанный там литераторами стократно, однократно, да. Все-таки есть культура передвижения по железнодорожному транспорту, это во всех странах, ну и в России тоже это есть, но еще раз говорю, до сегодняшнего момента мы были несколько оторваны от этой культуры. То есть, если мы добирались на безумных такси и так далее, до Нерингрея, потом дальше пересаживались, то сейчас это возможно сделать, ну, переплыв буквально реку. Да. Насчет переплыв реку, можно, да, скажу? Значит, мы на сегодняшний день, как бы, для привлекательности, как говорится, перед пассажирами рассматриваем принцип мультимодальных перевозок, вот, который предусматривает, так сказать, привлечение нескольких видов транспорта, да, водный и автомобильный, вот, кроме железнодорожного нашего. То есть, пассажир приезжает на станцию Нижний Бестях поездом и, как дополнительная опция, может проехать до речного причала на Нижнем Бестяхе и на комфортабельном катере переправиться до города Якутска, до речного порта. Вот. Значит, мы сейчас над этим работаем и это будет, значит, эта услуга будет включена, как доп. опция при покупке билета, бездорожного билета. Все включено. Теперь самое главное. Это в два раза дешевле, если не больше, чем цены на сегодняшний день. То есть, через ту же реку, по тому же автотранспорту, вот, допустим, в среднем, да, ну, ориентировочная цена, в летний период доставки пассажира от речного порта до железнодорожного вокзала около 250 рублей. Вот. В зимний период от ЖД вокзала до автовокзала 200 рублей. Ведь привлекательно. Если мы возьмем самостоятельное передвижение, это 400 рублей через реку, плюс такси 500 до станции, это 900 рублей. То здесь во все включено мы укладываемся в 250-260 рублей. И время в пути между городом Якутск и железнодорожным вокзалом где-то, ну, час-копейка, где-то так. Я вижу хитрый притчур у Алексея, да, который говорит о ЖДА, еще и над другими, скажем так, сопутствующими отраслями. Вот вы назвали водный транспорт. То есть, вы будете привлекать своих перевозчиков, я так понимаю? Мы пока работаем над этим. Работаете над этим. Не будем загадывать? С другой стороны, это же хорошо. Это хорошо? Хорошо. Когда у населения много альтернативы, это же здорово. И конкуренция, она снижает цены и повышает качество. Это всегда так. Потому что нездоровый протекционизм, он никогда до добра не доходит. Просто это, наверное, уникальный случай по всей России, когда под маркой, под брендом железнодорожной компании, да, будут осуществляться и автомобильные, и... Нет, к сожалению, здесь мы не открыватели. А, мы не открывали. Есть такие прецеденты? Конечно. Эта технология использовалась до Крымского моста, до строительства. Она использовалась в Крыму. Мы уже вторые. Будем ждать наше строительство Якутского теперь моста. И до этого пользоваться вот такими услугами. Вот Наталья очень смело говорит про тот самый большой вопрос, да, который... Ну, потому что я в это верю, что это будет. Вы в это верите? Да. Если человек с Урала верит, что это будет, ну, почему бы верить... Верю. Почему бы верить, не верить надо? Вы не верили, что придут пассажирские перевозки, тем не менее, завтра мы будем отмечать праздник. Нет, мы верили. Просто процесс был растянут с 85-го года до, получается, добрых чуть ли не полвека, да? Ну, нет, я думаю, это все гораздо быстрее будет. Гораздо быстрее. Ну, и в третьей части мы поговорим непосредственно о самих инфраструктурных объектах, о вокзалах. Немножко напомним правила безопасности, как... Это, наверное, тоже главное, да, потому что железнодорожные пути, даже ПДД же написано, да, Это особая зона, где нужно себя с тройной, с пятикратной долей внимательности себя вести. И мы сразу после рекламы вернемся, опять же, к нашему радостному поводу. Открытие железнодорожных пассажирских сообщений. Вот я говорил, что петь не будем, но все-таки, Люня, пропой, пожалуйста. На дальней станции сойду. Ага, кстати, по-моему, вот самоцветы же ее и будут петь, наверное. Ну, на дальней станции сойду. По-моему, да. Трава по пояс. Трава по пояс. Ну, по крайней мере, еще очень показательно, да, что из репертуара группы самоцветы и трава по пояс сейчас стоит, и все остальное. Мы продолжаем нашу программу праздничную, без преувеличения сказать, праздничную программу, когда якутяне получают возможность за 12 тысяч, да, и 6 дней 27 минут, ЖД транспорта, по крайней мере, может позволить себе оперировать, как и все телевизионщики, с точностью до минуты, до секунды. Потому что, еще раз говорю, это четко выверенный график. Если не случится там каких-нибудь форс-мажоров, типа там лавина или что-то типа такого, которую придется вычищать. Но я уверен, что железнодорожная структура, это очень развитая сеть РЖД, входит же в систему крупнейших, скажем так, стратегических предприятий нашей страны. И есть у меня братец, Петр его зовут, который, ну, за 5 дней перегоняет автомобиль из Москвы до суда, да, по крайней мере, до права, за 5 дней. При этом он имеет, ну, скажем так, кучу негатива в виде, там, спать в багажнике, поспал чуть-чуть в багажнике, или, там, пообщался с башкирскими гаишниками и так далее. То есть, в принципе, учитывая все те моменты, когда, еще раз, автомобильный все-таки транспорт, пусть он и наземный, как и железнодорожный, но по безопасности немного уступает. Потому что тут явно... Намного уступает. Намного. Субъективный фактор, кто как себя поведет и так далее, и так далее. И ни о чем не думать, просто возлечь на полку купе, да, и общаться с людьми в форме, но, кстати, про форму. Вот ваши проводники продемонстрировали очень такую интересную форму, такого пурпурного... С национальным колоритом. С национальным колоритом. Расскажите немного, все-таки, вот мы же слоем котлеваримся, да, и очень любим, когда кто-то там из приезжих турок и так далее на якутском языке плывет. Очень любим. Прямо начинаем кричать и вот так вот делают, да? Да. Дмитрий, ну, если бы я знал, что вы зададите этот вопрос, я, конечно, этот костюм бы сегодня принес. Ну, не одел бы, но принес бы с собой, да, и показал, как он выглядит. Но, опять же, приглашаю жителей республики на наше торжество 27-го числа. И вы там увидите вот этот национальный костюм. Модели будут, значит, модели. Да, наши проводники, они... Проводники – это наши модели. Проводники – это модели. Да. А что все-таки важнее для профессии проводника? Потому что, еще раз говорю, из официальных лиц, ну, в дальнем странстве, путешествии, вот, ну, к примеру, до столицы, мы будем общаться непосредственно с проводниками. Который и разбудит, и чай нальет. Вот представитель железных дорог – это и является проводник в вагоне, да. Первое качество проводника – это коммуникабельность обязательно. Это уметь услышать и быть услышанным. Второе – это, наверное, практичность. Это своевременно везде успеть дать, подать, убрать то, что нужно людям. И рассказать, где есть необходимое, что людям в вагоне. Ну, в частности, вот сколько, шесть дней путешествовать, надо знать, где сходить, куда постоять, где зарядить телефон и где сделать все остальное. Так что это на период следования в вагоне, ну, гид, личный гид каждого пассажира. Кстати, о зарядке телефонов. А в плацкарте розетки везде есть? Есть. Да, конечно. На каждом месте, да? Ну, есть определенные места в вагоне. То есть можно подойти, втыкнуться, постоять и подзарядить. Потому что, ну, когда трава была зеленее, то есть когда я был маленький, да, ну, есть опыт длительного, скажем так, передвижения в вагонах, но там просто такой вопрос элементарный не стоял. Не было никаких ни смартфонов, ничего, да. Вообще же первым делом это вот лично персональный, скажем так, ассистент человека, который и покажет, где вы находитесь, там расскажет немного об истории станции, там, не знаю, Ерофея Ивановича, почему он так называется. Да. Какие еще меры безопасности, вот, по применительным пассажирам дополнительно предусмотрены, которых нет в других видах транспорта? Ну, меры безопасности, они, как бы, действуют на общей сети железных дорог Российской Федерации, да, вот. Я, конечно, все их сейчас перечислять не буду. Да. Да, с ними можно ознакомиться, как и, так сказать, с нашими коллегами-авиаперевозчиками на их сайте. Вот, вот что я вам скажу. И там есть правила перевозки багажа, вот. Ну, здесь такое элементарное, если для обывателя это не подходить к вагонам, нельзя ходить по путям, нельзя переходить в неположенных местах, там, где нет пешеходных настилов, тротуаров, либо мостов. Не подходить ближе метра к вагонам, потому что движущийся состав может волной ветра человека просто, как бы, задеть, снести. Вот такие элементарные вещи, которые нужно выполнять, когда ты находишься на железнодорожном вокзале, сохранит жизнь пассажирам. Целее будешь. Да. Конечно. Я бы хотел, Наталья, как у человека, скажем так, с Южного Урала. Вы заметили, что архитектура вокзалов в Якутии, она немножко отличается? Архитектура именно. Она очень сильно отличается, особенно мне понравился Тамот вокзал в виде куполов, станция Алдан, такой вокзал, это такой же среднестатистический по России, но а то, что сейчас возглавляю я вокзал Нижний Бестях, это, конечно, шедевр архитектурный, мне кажется. Это не просто радует глаз, это эстетично красивое здание. Ну, пассажирам тоже, наверное, приятно все-таки заходить. Приятно, много фотографируются, много позируют, так радостно это видеть сейчас. Волна, кстати, вот давайте сфотографируемся на пассажирском, ну, на ЖЖД вокзале Нижнего Бестяха, она пошла года три тому назад, когда, ну, объект же был готов, в принципе, давно, лет пять уже, как стоит, да? В той местности Кридем, про которую я говорил, я, кстати, там рыбу ловил в свое время. Ну, мрамор, гранит, очень такое монументально, как, ну, не знаю, статусное здание. Статусное такое здание, стратегическое, сразу подходишь и ощущаешь себя, а внутри, то не многие были, кстати, вот внутри как? Внутри так же красиво, как и снаружи. Мы провели последние подготовительные работы, на сегодняшний день мы 100% готовы к пассажирам, к приему пассажиров. Сейчас уже первые пассажиры, так как билетная касса открылась у нас вчера вечером, с сегодняшнего дня мы работаем в режиме дневного времени, потому что в ночь мы пока еще не открыты для пассажиров. Расставлены сидячие места, мы готовы принять, вокзал готов принять единовременно около 200 пассажиров, это 110 сидячих мест мы можем разместить, ну, и остальные пассажиры могут погулять, посмотреть инфраструктуру вокзала. У нас на сегодняшний день размещены картины с железнодорожной символикой на стенах вокзала, можно походить, посмотреть. У нас красивое табло расписания, там же время, дата на момент нахождения пассажира в вокзале. Очень красиво, приезжайте, посмотрите. Обязательно воспользуемся вот данным приглашением, тем более в сторону Алдана нужно ехать на днях, да, по работе, и обязательно, возможно, даже, ну, если не автомобилем, то давайте я с оригинальной еще и скачусь на поезде до Алдана. Почему нет-то, да? В принципе, по ГСМ, наверное, те же деньги уйдут, что... Снимешь отдельный репортаж. Да, такой... Мобильный. А, что с интернетом, кстати, по пути следования-то? Ну, не должно быть проблем, потому что оптоволокно-то пришло с железкой. Дмитрий, ну, смотрите, в принципе, значит, когда вы едете на машине, да, вдоль федеральной дороги Лена, вот, интернет появляется только возле населенных пунктов. Ну, сотовые операторы подоставляют услуги интернет. Конечно же, у нас вдоль железной дороги проложено оптоволокно, вот, которое мы используем в технологических целях. Ну, и по контракту, конечно же, некоторые операторы используют их в коммерческих целях в городе Якутске и в республике, да, вот. В первое время, конечно же, вот интернета не будет. У населения будет такой же интернет, как и пути следования, как на автомашине. Как на автомашине. Да. Но, опять же, мы над этим думаем, да, мы готовы развиваться. И, соответственно, и этот вопрос тоже решить положительно. Хотя бы на территории станций, железнодорожных станций, в зоне действия железнодорожных станций. Вот. А сколько остановок вообще до, ну, скажем, до Нерингре? Это только... 22 станции. 22 станции? Да, 22 станции. До Нерингре? До Нерингре 22 станции. А где они там расположены? Я кроме Улута ничего не знаю. Давайте перечислим. Да. Значит, со станции Нижний Бестях, да. Станция Нижний Бестях, разъезд Рассолода, станция Кердем, станция Олень, станция... Разъезд Ханердах, станция Кюргелях, разъезд Карбыкан, станция Амга, разъезд Болотный, станция Тамот. Вот 10 станций только до Тамота. Ну, вместе, включительно Тамот и Нижний Бестях. Теперь поехали дальше от Тамота. Станция Куранах, станция Алдан, разъезд Косыревский, станция Селегдар, станция Большой Немныр, разъезд Таежный, разъезд Аганер, разъезд Хатыми, вот, разъезд, станция Чульбас, станция Чульман, станция Денисовский, станция Нерингри-Грузовая. Ну, Нерингри-Грузовая, как бы, используется для грузовых операций, для высадки пассажиров. Дальше будет станция сразу, после станции Денисовский, станция Нерингри-Пассажирская. И все они обладают какой-то инфраструктурой? Конечно, конечно. Все вот эти разъезды, так сказать? Конечно. То есть можно сойти, поразменить? Ну, вот, смотрите, для сведения пассажиров, вот, в пути следования на пассажирском поезде стоянка вот на разъездах и маленьких станциях где-то будет около двух минут, вот, две минуты. Выходить не рекомендуете? Ну, конечно, конечно, да. Просто не успеете выйти. Вот. А на станции Томот полтора часа, вот, и на станции Алдан полчаса. Вот. Можно выйти, ну, и чем-то заняться. Приобрести что-нибудь, дрожжак, купить? Приобрести, конечно, конечно. Пирожки. Пирожки. В кафе сбегать. Жаль, что, да, яблоки у нас не растут, как... А то в направлении Бреста мы покупали вот эти яблоки, клубнику и все самое. Кстати, очень дешево. Ну, я думаю, что найдут чем, скажем, порадовать пассажиров, да, то есть, в том числе и сувенирные. Вообще, на самом деле... В сезон голубика, наверное, будет. В сезон голубика, сметана и так далее. То есть, как у нас везде водится. Еще раз говорю, это, наверное, еще и небольшой, небольшой, но для производителей вот как раз сувенирки и так далее, ну, такой толчок, да. То есть, не только транспортная инфраструктура развивается, а и какие-то вообще не имеющие отношения к транспорту вещи. Микробизнес. Микробизнес, да. Поэтому я очень завидую... Кстати, Андрей Сорокин, наш коллега с ЕСЯ, вчера выложил билет, вот я в числе первых, там, поезд номер такой-то и до Нерингре, вот по такой цене. Я очень завидую тебе, Андрей, но еще раз говорю, время есть. Мы наверстаем, мы все выложим, там, как обстоит дело с пассажирскими перевозками в направлении, там, допустим, до Хабаровска. Потому что, ну, есть куча. То, что АМГУ упомянул, Алексей, да, это очень... Сплавщики все будут теперь на ЖД, потому что машину-то оставлять не надо. Сразу после рекламы мы в заключительной части нашей программы вернемся, а сейчас реклама на канале НВК. А у нас, как всегда, только-только начинают вкачиваться, входить в ритм, товарищи с ЖД, я, Минтранс, давайте тоже не молчать, это свое веское слово, как руководителя соответствующего департамента говорить. Но на самом деле мы поговорили о том, что, вернее, закончили о том, что, как пассажиры будут себя вести по пути следования до определенных этих. Мы остановились на том, что сплавщики с Верхней АМГИ, очень популярное направление. С Верхней АМГИ, допустим, донесли. Ты был, кстати, на сплаве? Не был еще. Не был, да? Ну, на машине проезжал, а так-то нет. На машине проезжал. А вот машину же надо где-то на Верхней АМГИ оставлять или там нанимать такси. А сейчас со скарбом нехитрым загрузился на поезд, сошел на станцию АМГА, развернул катамараны и тут-туда несся. Ну, а потом дальше использует всю остальную инфраструктуру. Шикарно возможно. Люди говорят, вот, если сейчас будут билеты, допустим, до Новосибирска в районе, там, тысяч восьми, да, я буду ездить на Шерегеш не один раз в год. А два? Или три? Три. Потому что, ну, билеты, извините. Да, но Новосибирска билеты иногда дороже, чем до Москвы стоит. Да. Я не понимаю, почему. Вообще, какие-то казусные ситуации бывают. Еще раз говорю, прежде всего, это по кошельку. Позитивно. То есть, можно будет на транспортные расходы. А, я предвижу еще вопрос в бухгалтериях. А как вы будете, проезд, вернее, каким видом транспорта? То есть, если у нас до центра только авиасообщение было, сейчас уже включается железнодорожное. Ну, смотрите, у нас же как, вы же не отправите своего сотрудника на шесть суток, там, да, для выполнения каких-то там заданий в Москву. Проезд в отпуск. А, проезд в отпуск. Да. Проезд в отпуск. Я сейчас не могу сказать. Не-не-не, но это дело выбора. Еще раз говорю, куча людей. Конечно, это дело выбора, да. Да. И тем более, вот, вся лента пестрит с какими-то происшествиями, там, то с суперджетами, то еще с чем-то, да. Людей, которые, если вот даже говорят, что там песок осыпается на 203-м, люди там перестают квартиры покупать. Есть такое. То есть, народ очень мнительный. Если он видит вот эти негативные сообщения. А, кстати, Алексей, вот этот вопрос должен был обязательно прозвучать. Очень многие видели вот это вот. Вот это вот, но я думаю, что это съемки... Чудеса оптики. Да, возможно, чудеса оптики и, соответственно, съемки давние. Вот. Когда дорога строилась и так далее. Мы сейчас дорогу содержим, вот. Мы сами заинтересованы в безопасной и своевременной доставке грузов, ну и тем более пассажиров, да. Это у нас есть жесткий график, мы этот график должны уложиться, вот. А, соответственно, чтобы уложиться в этот график, мы должны обеспечить необходимую скорость поезду, да. А чтобы обеспечить скорость поезду, соответственно, необходимо содержать в исправном состоянии пути. Вот. Ну и из этого делайте выводы, что как бы это самое... То, что вот показывают, пытаются нас, как говорится, очармить. Нет, показывали-то давно. Справедливости разница расскажу. Да, да. Вы хотели добавить, да? Нет, есть приказ Минтранса, в котором содержится путь железнодорожный, и мы не имеем права отступать от этого приказа Минтранса. Тем более пассажирские перевозки. Груз мы обязаны в сохранности, а пассажиров мы должны доставить вовремя, в срок по назначению. И в целости в сохранности. Да. Отлично. Какие еще аспекты могут быть интересны для тех, кто решит воспользоваться? Еще раз говорю. Если отпуск, вы... Ну, понятно, если там куда-то в Юго-Восточную Альфию и так далее, авиа и только, да. Но, еще раз, до места, скажем, начальной точки, тут, того же Новосибирска, можно добраться, если альтернативными видами, то почему бы нет? Почему бы нет? И вот этот вопрос все-таки руководитель бухгалтерии, как там, проезд себе каким видом оплачивать? Кстати, они в авиакасах также вот на любую дату и так далее открыты продаются, да? Конечно, конечно, на любую дату. У них же, как бы, система единая, вот, продажи билетов. Мы же, как бы, агенты, вот, те же тарифы, которые действуют на ОРЖД, и билеты стоят столько же, как в общих сетях железных дорог. Вот, и, соответственно, вот, авиакассы и другие, вот, учреждения, предприятия, которые занимаются продажей авиа, там, билетов железнодорожных, они тоже, являются агентами, соответственно, у них единая система, и они имеют доступ, так сказать, к расписанию движения, ну, и к наличию, там, каких-то билетов и так далее. Алексей, вот, в начале нашей программы, ну, немножко нервно среагировал на маленький состав, да, который там общий, вот, вот, кардный, да. На самом деле, мы просто, еще раз говорю, это же наше восприятие. Вот, как мы завизуализировали поезд, если это не бронепоезд, он не может быть маленьким, да, то есть, это вот, такой ту-ту-ту-ту-ту-ту, который красиво очень вписывается в повороты, и с первых вагонов мы смотрим хвост, или там, с хвостовых, как головные вагоны проходят, да. Есть же еще, наверное, будут вагоны, которые в составе, ну, в составах будут предусмотрены еще и почтовые, багажные какие-то там и так далее. Да, почтово-багажный вагон мы еще не запустили, но в проекте есть. В проекте все. Конечно, есть, да. Да, и более того, я хочу сказать, что три вагона это не константы, вот, мы будем смотреть, так сказать, спрос на... Короче, гибко реагировать. Да, да, и гибко реагировать, соответственно, по тем же направлениям, по тем же беспересадочным вагонам, ну, и, соответственно, можем увеличить количество вагонов по схеме. А, кстати, сколько можно в багажа брать с собой? Ну, вот, в самолетах же норма. Да, 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 кстати, очень такой же. Ну, около 30 килограмм. Около 30 килограмм. Да. Бесплатный паровоз, остальное все сверх нормы. Ну, и, соответственно, с определенными габаритами. Там же... В этом вы от коллег по авиаперевозкам недалеко ушли, да, то есть определенных, скажем так, ну, он же чуть побольше, чем в авиаперевозке. Ну, надеюсь. Конечно, конечно. Авиаперевозки 22 килограмма, сейчас средняя по России, мы предлагаем 30. 30. На целых 8 кг. Да. На целых 8 кг рыбы, если она... Если она в копчено-сушеном виде, июкова... Или зимой, да. Нет, ну, а зимой, кстати, вот багаж как? В холодных условиях? В тамбуре. В тамбуре. В тамбуре, да? Да. То есть там достаточно холодно? Да, между вагонами есть тамбур, там достаточно холодно. И проводнику сказать, и меня здесь оттаивающее, например, мясо, рыба, можно оставить. И там ложить. Шикардос. Проводники в лоскуте. Еще раз говорю, такой не только микро, но еще вполне себе такой малый бизнес может делать с учетом уже изменившихся обстоятельств свою деятельность. Это хорошо. Это вообще, еще раз говорю, когда альтернатива любая появляется, это всегда хорошо. А что с животными? Так же, как и самолеты у нас перевозка животных разрешена по отдельному тарифу. Ну, только с предусмотрением мер безопасности, ну, это жесткие сетки помещения. Пока почтово-багажный не запускается, животное перевозится с пассажиром. Ну, и тоже особые там у нас условия, это все прописано. Ну, еще вот такую синку, вот собачечку. Вот, да, пожалуйста. Но все равно в клеточке. В клеточку эту собачечку. Если даже я в купе? Ну, так а если рядом с вами какая-нибудь бабушка, которая не любит. А если я все купил, выкупил? К примеру, вот Леонид со всем семейством решил путешествовать. И кошку. И попугая. И попугая. И попугая. Что там еще в Стехотворении-то было? Вся компания такая. Нет, он ведет собой кота, тра-та-та и тра-та-та. Да, вот. Еще раз говорю, это часть, еще раз говорю, часть культуры, которая... Это все рассматривается отдельно. Животное, перевозка животных, это отдельная тема. Нужна ветеринарная справка на перевозку. Это проходится там месяц, надо ждать, чтобы он не просто собрался на Шерегеш и взял с собой собачку. Это надо планировать за месяц. Справка действует в течение ставятся прививки определенные. И эта справка подается при перевозке, на животное приобретается отдельный билет, тоже идет по отдельной тарификации. Но каждое животное надо рассматривать отдельно. За попугайчиков я вам точно сейчас не расскажу. Вполне. Это еще раз говорю, потому что просто не все авиакомпании... Не все работают животными. Не все работают животными. Я столкнулся с этим, когда отправлял по заказу родственников и так далее. Поэтому гарантированный перевоз домашних животных в том числе, это еще один плюс. Ладно, машину кому-то, а вдруг она кого-нибудь укусит и сидит сзади. Бывают же такие собачки. И о финансах мы поговорили, о еде мы поговорили. Средний чек, еще раз говорю, подэтаживаем итоги. Строгий, четкий график. Это однозначно. То есть, если пояс отправляется, допустим, 20-20, то он отправится ровно в 20-20, а не в 20-25. Если будут какие-то там задержки и так далее, как вот это компенсируется? То есть, ну, форс-мажор какой-нибудь. Форс-мажоров, кроме стихийных бедствий, не бывает. А неприбытие пассажира? Неприбытие пассажира – это вина пассажира. Это вина пассажира. То есть, поезд отправляется в любом случае, есть пассажир или нет пассажира. Есть расписание, и, пожалуйста, мы всегда предупреждаем, что приходите заблаговременно. Это очень важно, потому что, допустим, ну, житель какой-нибудь Татты, он же может, там, у него колесо прокололо и так далее. То есть, вместо назначенного времени он прибыл позже. К сожалению. Это уже, скажем так, головняк пассажира. Да. Так что, товарищи пассажиры, приучайте себя к тому, что такси не будет, ну, как такси поезд не будет ждать, отбытия и прибытия строго по расписанию и к моментам, которые вас ожидают пути. Это на маленьких, скажем так, разъездах станциях лучше не выходить, а осуществлять закупки, размять суставчики и так далее лучше на больших станциях, где стоянки больше 20 минут. Это нормальное явление. И хотелось бы не только весь коллектив железных дорог Якутии, которые у нас, ну, флагман в железнодорожном транспорте, да, градообразующие предприятия в Южной Якутии, одно из, ты знал об этом? Да. Ну, и буквально сейчас вот ЖДЯ непосредственно сталкивается с решением крупнейшего социального вопроса транспортной доступности жителей региона, для жителей региона. И транспортной доступности нашей республики для всех жителей России. Для всех туристов. И, в принципе, мира. Кстати, вот момент же был такой, что вот пассажирские сообщения начнутся, вот наркотики полезут там и так далее. Ну, вы знаете... Это вопрос транспортной полиции. Да, это вопрос транспортной полиции. Это вопрос транспортной полиции. Хорошо. Мы заканчиваем программу, еще раз говорю, мы выходим пятницу вечером, а завтра, в субботу, большие торжества по случаю запуска пассажирских сообщений со станции Нижний Бестях. С участием ВИАД «Самоцветы» и огромного количества местного населения. Я очень хочу это. Да. И дополнительно, Дмитрий, хотел сказать, что в 7 часов вечера в ЦСП «Тримф» будет концерт тоже тех же самоцветов, правда коммерческий. И там будет репер МС Дони, МС Дони от «Блэк Стар». Вот тоже очень интересное, так сказать, мероприятие будет, приглашая всех жителей города Якустка. Не только в Нижнем Бестяхе, но еще и в Якустке, но на коммерческой основе. А в Нижнем Бестяхе все будет бесплатно. Поздравляем с запуском пассажирских сообщений. Ура! Ура!